Приветствую вас, друзья! Для нас, способных испытывать это прекрасное чувство под названием азарт, для нас, знающих не понаслышке, что такое настоящий фарт, важно понимать, откуда и почему пришли к человечеству основные внешние атрибуты успеха. Поэтому мы и посвятили некоторые из наших выпусков в теме драгоценных камней. В частности, алмаз, он же бриллиант, был в центре нашего внимания. Скажите, пожалуйста, как нам возможно было бы пройти мимо драгоценных металлов? Это было бы неразумно и даже, я бы сказал, преступно. Итак, господа пановы, в этот раз портал Слотсити-шоу в рамках рубрики «Магия игры» представляет вашему вниманию его величество золото. Люди, как известно, гибнут за металл. А вот почему именно за этот вопрос? Кто и при каких обстоятельствах подсадил людишек еще в глубокой древности на золотую лихорадку, пандемия которой длится уже не одну тысячу лет? Какая может быть конкретная польза от металла под названием золото? С чем его едят в прямом и переносном смысле? И какие мистические опасности оно в себе таит? Жмите на колокольчик, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пройти мимо своей собственной, так сказать, золотой жилы. Чтобы дать вразумительный ответ на только что озвученные сакраментальные вопросы, предлагаю вам в первую очередь познакомиться с англо-американо-израильским ученым Захарием Ситчиным. Еще в 70-х годах 20 века он опубликовал сенсационные переводы шумерских глиняных табличек, найденных археологами в больших количествах на территории так называемой Месопотамии. На этих землях находятся такие страны, как Ирак, северо-восточная Сирия, частично Турция и даже Иран. Напомню, что шумерская цивилизация существовала около 5000 лет тому назад. Так вот, шумерская космогония гласит на полном серьезе, что в глубокой древности были некие два бога, братья Энлиль и Энки, а также богиня их сестра Инанна. Эта божественная троица были предводителями небольшого от такого себе, знаете, семейного клана богов, званием пониже, которые именуются в шумерских письменах как Анунаки. Слышали, правда? Сия удивительная компания якобы прибыла сюда, на нашу планету, в своем так называемом золотом доме, когда человечество еще не существовало. Вы спросите, откуда они приперлись, согласно тем самым шумерским преданиям. Отвечаю, с той самой планеты Нубиру. Вот именно они и начали организованную золотодобычу на Земле. Сам процесс добычи из земных недр драгоценного металла был тогда и остается сегодня достаточно трудоемким и изнуряющим. Поэтому Анунаки обратились к своим лидерам Энлилю, Энки и Инанне с просьбой создать им богоподобных помощников, а именно рабов на основе местных человекоподобных обезьян, наших предков. Если верить легенде, так и появились на этой планете первые люди, день и ночь работавшие на золотых рудниках. Вас смущает, наверное, что нас создано именно в качестве рабов? Ну так про рабов божьих не мы же придумали. «Упокой, Господи, душу раба твоего и сотвори ему вечную память». Одна из самых популярных эпитафий на могильных памятниках до второй половины 20 века. Будете на старом кладбище, обратите внимание. Древние шумерские тексты также гласят, что боги остро нуждались в источнике энергии, и таким источником для них было золото. Чем глубже исследователи погружались в древние тексты, тем больше убеждались, что для шумерских богов золото также было жизненно необходимым элементом, употребление которого позволяло, внимание, жить им тысячи лет. Почему анунаки покинули нашу планету и оставили своих новосозданных рабов, то есть нас с вами, одних на практически выработанных золотых рудниках, об этом шумеры как-то не удосужились упомянуть в своих письменах. Ну или просто люди еще не нашли недостающие фрагменты шумерской, так сказать, классической литературы. Есть также версия, что те самые анунаки обещали таких, как Калсон Малышу, еще вернуться в свое время на землю к своим рабам, то есть к нам с вами. Поэтому современная наука из гуманистических соображений не сообщает народным массам об этом, дабы лишний раз нас не пугать. Но что, собственно говоря, может случиться, если наши космические создатели таки наведаются опять к нам с гуманитарной, так сказать, миссией? Об этом хорошо сказано и показано в голливудском фантастическом триллере «Поле битвы Земля», где главную роль сыграл сам Джон Траволта. Фильм, между прочим, снят по одноименному роману самого сэра Рона Хаббарда, основателя новейшего религиозного движения, церковь Саентологии, прихожанином которой является, в частности, и Джон Траволта. Согласно сюжету романа, демонического вида инопланетяне прилетают на землю, уничтожают города и тысячу лет добывают здесь именно золото, нещадно эксплуатируя жалкие остатки человечества. По ходу сюжета люди таки организовывают восстания, против пришельцев-золотодобытчиков, и добро, как всегда, побеждает зло. Можно было бы и не вспоминать про эту голливудскую сказочку, но далеко не простая личность Рона Хаббарда, главного саентолога планеты, наводит на мысль, что идеи свои он черпал, скорее всего, из тех же источников, что и древнейшую меру. В 2009 году ученые идентифицировали останки некой Дианы де Пуатье, знаменитой некоронованной правительницы Франции, фаворитки французского короля Генриха II. Когда эксперты изучили ее волосы и кости, они пришли в недоумение. Выяснилось, что содержание золота в них превышало норму в 250 раз. Тут стоит напомнить, что этот благородный металл в микроскопических вкраплениях присутствует во всех живых организмах. То же самое можно сказать и о многих других представителях знаменитой периодической таблицы химических элементов господина Менделеева. Но у госпожи де Пуатье норма превышена в 250 раз. Как объяснить такую высокую концентрацию золота в организме этой легендарной женщине? Как утверждали ее современники, красота королевской фаворитки не угадала даже с годами, и в свои 60 она выглядела на все 30. Диану даже подозревали в связях с нечистой силой, потому что нельзя быть красивой такой. В результате ученые лишь высказали версию относительно возможного употребления Дианой де Пуатье золота вовнутрь в качестве порошковых добавлений в напитки. Впрочем и сегодня в кулинарии нередко используется именно тончайшая фольга золота в качестве дизайнерского оформления блюд и напитков. Золото, господа пановы, можно и есть, и главное пить. Еще в 1583 году французский алхимик, придворный врач и хирург Давид Депланикампи опубликовал трактат об истинном, непревзойденном, великом и универсальном лекарстве древних, или же о питьевом золоте, несравненной сокровищнице неисчерпаемых богатств, как звучит, согласитесь. В нем он приписывал самые чудодейственные и целебные свойства так называемому питьевому золоту. Считается, что официально в медицинскую практику золото ввел знаменитый врач 16 века Парацелес. Именно он провозгласил, что такая наука, как алхимия, должна в первую очередь стремиться не к превращению металлов в золото, а к приготовлению из него лекарств. Возможно, сегодня это может показаться наивным и расточительным, но в те времена считалось верхом престижа принимать драгоценные лекарства. Вдумайтесь, золото пили, жевали золотые пластинки, глотали позолоченные пилюли, посыпали еду с золотыми опилками, и даже втирали в кожу лица. И не только лица. Вы же понимаете, что выбор места втирания зависел от того, кто чем зарабатывал. Богатые вельможи верили в то, что металл избавит их от любых хворей. И знаете, в чем-то они были правы. Современная наука доказала, например, бактерицидные свойства золота. Благодаря им обладатели роскошных украшений якобы выживали во времена средневековых эпидемий. Поэтому в наши ковидные времена, господа пановы, на себя побольше золотишко. Но при этом не нужно забывать о чувствах меры и вкуса. Издревле считалось, что мощная энергетика золота притягивает только сильных людей. Это представители большого бизнеса, прирожденные политики, в общем, те, кто чувствует себя рожденным для великих дел. Такие люди уверенно шагают по карьерной лестнице и подсознательно как бы украшают себя золотыми украшениями и вещами. Как и древние фараоны, жрецы и цари, они тянутся к золоту, как к источнику силы. При этом не стоит забывать, золото коварно, оно может не только исцелять, но и разрушать. Дело в том, что этот драгоценный металл вроде бы как способен сохранять информацию и энергетику, с которой он когда-либо соприкасался. Именно благодаря этим свойствам в массовой культуре всех народов мира и появилось понятие проклятого золота. Проклятое золото египетских фараонов, проклятое золото ацтеков и майя, проклятое золото тамплиеров и, наконец, проклятое золото небелунгов. Каким же образом некое проклятие закрепляется за тем или иным сокровищем? Спросите вы. А культисты средневековья это объясняли, значит, так. Я упрощаю. Практически всегда клады прячутся во времена каких-то катаклизмов. Или нашествие, или война, или миграция вследствие другой катастрофы. Люди пытаются спрятать некие ценности, чтобы впоследствии за ними таки вернуться. Таким образом, всегда определенный негатив в этих событиях содержится. Если клад дошел до нашего времени, значит, те, кто его прятал до лучших времен, за ним не смог вернуться. Потому что, скорее всего, погиб. Поэтому, когда люди на радостях восклицают «О боже, какая удача! Я нашел клад!» — тут большой вопрос. Удача ли это? В истории кладоискателей был, правда, один по-настоящему уникальный человек. Такой себе персонаж с аномальным везением и чутьем на золото. Знакомьтесь, Генрих Шлиман. Ваши овации, господа. Немецкий предприниматель и археолог. Основатель, на всякий случай, полевой археологии. Во второй половине 19 века, вдумайтесь, он за 20 лет активных поисков обнаружил более 130 кладов. Каждый из них имел эпохальное значение. Это и Микенские гробницы, и золото Трой и клад Приама. Это и так называемый клад Елены. И вы знаете, Шлиман прожил таки долгую жизнь и яркую жизнь, и не стал жертвой никаких проклятий. Знаете почему? Да потому что, как утверждают некоторые умные люди, он это найденное золото не прятал в своей семейной кубышке. Шлиман все найденное отдал музеям. Ну, почти все, почти. Во всяком случае, археологией он занялся в зрелом возрасте, уже будучи очень состоятельным человеком. Еще один важный, на наш взгляд, метод правильного использования золота как носителя и передатчика некой информационно-энергетической составляющей во времени и пространстве. Знакомьтесь, одно из самых значимых золотых изделий в мире, начиная еще с 13 века. Кольцо рыбака или аннулус пискоторис на латыни. Оно также именуется папским кольцом, папским перснем или кольцом святого Петра. Уже почти 800 лет подряд кольцо рыбака изготавливается для вновь избранного понтифика из порции золота, полученной после переплавки кольца рыбака его умершего предшественника. То есть сам металл остается неизменен. С него лишь путем переплавки снимают негативные энергии предыдущего владельца или владельцев. Тут один нюансик хочется притянуть сразу за уши. Дело в том, что теперешний понтифик, папа Франциск, будучи аскетом, заказал себе другое кольцо. Не из золота, кольца предшественника. Он заказал серебряный перстень рыбака, который только позолоченный. А то, которое передавалось 800 лет, осталось у предыдущего, папы Бенедикта, который от престола отрекся и ныне здравствует. Тут получается, что папа у нас, Франциск, не настоящий. Друзья, данный выпуск является только началом нашего нового знакомства с этим могущественным металлом. Поэтому жмите на колокольчик, подписывайтесь на наш канал и да пребудет с нами фарт! Подписывайся на канал, если хочешь быть в курсе самых свежих новостей из мира азартных игр.